Всем привет, друзья! Ну что, скучали по новому сериалу? Для тех, кто не знал, меня зовут Артур и этот рейд сегодня буду проводить я. Многие меня знают по сериалу на улице Петрарии. Это вот здесь рядышком. И выпуском, который мы снимали напротив у Фанкони. Опять же, это здесь рядом. И сейчас там решается проблема. Также мы снимали много материала по поводу Бемолу. Опять же, это все здесь рядом. И там уже наводится порядок. Спасибо большое городской власти по поводу этого. А именно, дирекцию транспорта Виталию Михалаки. Привет! Сегодня я решил сделать этот выпуск вот здесь, на этой стороне Ренаштири. Дело в том, что здесь построили очень много многоэтажных зданий. И усугубилась проблема. Паркуется кто как хочет и где хочет. Причем были установлены знаки. Парковка разрешена. С дополнительной табличкой. Зарезервирована. Она была вон на том знаке. Мы сделали официальный запрос в дирекцию транспорта. Там ответили, что знак нелегальный. И демонтировали этот знак. К этому рейду я решил подготовиться основательно. Я хочу ни с кем не ругаться. Я здесь живу. Мне здесь жить. Детей растить и воспитывать. Я часто наблюдаю, как люди вынуждены выходить на проезжую часть из-за обставленных машин на тротуаре. Исходя из этого, я решил предупредить водителей о том, что здесь нельзя парковаться. И вот поставил такие вот флэера с информацией. Посмотрите маленький мой репортаж, который я делал вчера. Всем привет, друзья. Новая локация для меня. Наверное, будет новый сюжет, новый сериал, но ничего страшного. Нахожусь я где? Как обычно, напротив церка. Я на Рыжкановке. Другие локации не меняю. Так что у нас здесь много работы. Почему я здесь? Многие подписчики нас просили заняться вот этой локацией. Потому что все пешеходы, вот видите, дяденька идет по проезжей части. Постоянно с той стороны. Здесь они передвигаются по проезжей части. Почему мы не брали за это место? Сейчас я вам покажу. У нас здесь пешеходный переход. Вот он, да? Как нам сейчас здесь проходить? Смотрите, здесь какой бардак. Я извиняюсь очень сильно, конечно, но здесь пешеходный переход. Вон знак. И вот, вон, посмотри через зеркало, вон, видишь, смотри, я его отсюда вижу. Да, вот, да. Ты как-то не очень красив. В магазине выходим. Ну, извини. Плюс еще знак, запрещающий остановку и парковку. И вот я хожу по проезжей части. Покажу дальше. Зебра не нарисована, но знаки есть. Здесь у нас что? Здесь у нас стоит знак, то, что вот эта часть на проезжей части нельзя парковаться. И пешеходный переход, да? Ну, попросил человека. Как бы, если логично взять и рассуждать, должна быть зебра, но она упирается почему-то в машину. Наверное, как-то потом нарисуют его по диагонали. Здесь была плиточка, все это огорожено. И вот под этим знаком стоял знак парковка и резерват с дополнительной табличкой. И люди, которые ходили здесь, да, по тротуару, как бы выделенная здесь зона, плюс-минус полтора метра, идет туда. Покажу я вам, куда она выходит. Если кто-то хочет здесь, ну, возможно, здесь с коляской можно пройти. И куда мы идем? Все. Ступенечки. Здесь у нас лумбы. И все. И здесь машина. Куда мы должны выходить? Правильно. Должны вот так выходить на проезжую часть, обходить это все, потому что тротуар у нас уже на дороге, а все машины вот здесь вот так паркуются. И идет уже туда маленький тротуар. Не знаю, почему это будет стоить, но так оно стоит. И у нас вот так пешеходы все передвигаются по проезжей части, подвергая себя опасности. Ладно, с этим мы разобрались, да? Стоял знак, стояла табличка резервата. И как бы докапываться полиция, если даже приходит, она ничего не может сделать, так как есть знак типа легальный, но на самом деле, как оказалось, он нелегальный. Как мы это узнали? Подали запрос насчет этих двух знаков парковка и резерват, которые находились вот здесь. И нам пришел ответ, что знаки нелегальные и их дирекция транспорта демонтировала. И здесь тротуар, как изначально это было. Что я сегодня буду делать? Я не буду вызывать полицию, ни с кем не буду дискутировать, кроме администратора. Постараюсь с администратором поговорить. Я распечатал вот такие вот информационные брошюры, пускай будет, так сказать. То, что у нас был ответ, сняли знаки, одно другое. И 44-й пункт правил, что на тротуар заезд запрещен. Для информации, чтобы не говорили, что мы сразу берем, штрафуем, не предупреждаем. Пожалуйста. Я предупрежду, предупрежу. А завтра, например, сделаю полноценный рейд, предупрежу администрацию и начну уже здесь хорошенько работать, как говорится, на благо общества. Ладно, ну что, начнем тогда. Покажу вам машины, которые здесь припаркованы. Подайте все номера. Вот под все эти машины я поставлю вот такие вот листовочки. Начнем по одной ставить. Раз, идем к следующей. Два. Я здесь змейкой хожу туда-сюда. Рейс, номер телефона, завтра буду тебе звонить. А не я, полицейский. Добрый день. Ладно, вы уже уезжаете. Знаете, на будущее здесь тротуар, здесь нет парковки. Здравствуйте, ребята. Передайте, пожалуйста, кому-то из ваших работников, да, или фирме вашей, я вам дам вот так. Раньше когда-то там стоял знак парковка, Он нелегальный оказался, его сняли. Это тротуар. И сегодня я просто информирую людей, с завтрашнего дня будем вызывать полицию и здесь штрафовать. Это ответ от транспорта и 44-й полн. Если скажете мне, подскажете администратор этого здания, где находится, я пойду и к нему. А, вот можете зайти, там есть охрана, пост охрана и там спасибо. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, администратор этого всего здания где находится? А где они? Либо позвоните, номер телефона. Бухгалтер есть. Бухгалтер, ну, хоть бухгалтер с кем-то поговорить. Третий этаж. Третий этаж, прям бухгалтер. Хорошо, спасибо. Ну, вот так, ребята, еду до бухгалтера сейчас, не своего, конечно, этого здания, попробую с ним поговорить. Здравствуйте, можно? Скажите, пожалуйста, администратор всего этого здания, как его найти? Дайте, Понял. Хорошо. И раз я уже здесь, не знаю, кто работник, или еще, я насчет территории, которые напротив вас. мы подавали запрос насчет знаков легальности парковки и этого. Оказались они нелегальны и сняты. И если вы здесь паркуетесь, пожалуйста, больше не паркуйтесь, потому что это тротуар, мы будем уже вызывать полицию. Ну, микроинвест, одно, другое, тут из банков. Я не поняла, какой тротуар. Прямо перед зданием. Вот вы выходите из ступенек, из здания, и вот эта вся парковка, якобы, она оказывается тротуар государственная. Муниципальная, да. Я вам оставляю вот этот ответ от дирекции транспорта. То есть передать Геннадию? Ну, я ему позвоню, но вы тоже ему передайте, что приходил человек. Это парковка вообще-то? Нет, это не парковка, это тротуар. Все. Спасибо, хорошего. Я с бухгалтером поговорил, передал информацию, взял номер телефона, позвоню этому Геннадию и поговорю с ним. Пускай он предупредит всех офисников, как говорится, все, кто здесь снимает, арендует, что здесь не парковка. О, смотрите, я даже запас сделал. И вот сюда поставлю. Вот так. Передам я вам, вы как охранник, вы можете сказать всем рабочим здесь, я вам оставлю вот эту штучку, такую штуку. это ответ от дирекции транспорта, от X-Drup и 44-й пункт правил. Когда-то там стоял знак парковка и резерват. Сейчас его сняли, потому что знак нелегальный, знак нелегальный и это тротуар. И с завтрашнего дня, либо уже со следующего, через день, два, три, здесь будет постоянно полиция штрафовать всех, кто здесь парковок. Передайте, пожалуйста, всем рабочим, которые здесь работают. А для работ... Которые... Без разницы. Это нету здесь для арендует или не для арендует. Хорошо. Это для нас еще лучше. Да. Что вы поняли? Если ставить, надо ограждать конусами, вазонами здесь эту полностью всю территорию. Так что вот так. Все, спасибо вам. Передайте, кто работает, если что, информируйте и вы их. Ну, вам покажу, как проходит здесь. Добрый день. Ну, один припарковался. Смотрите, что здесь. И вы тоже еще так припарковались. Ну, ведь детский сантемп, ловитация, амбутяж, где ты так и сапаркат, ну, макар, я как, с помощью лудоанна, да и стоянный, бадарам, бадаранулы. Боназин. Аккул есть и 7, но спать депаркат. А сапаркат контрасенс, что ловитация, амбутяж, есть, где нас причина, к сапаркат, ну, шинька дой. Паркатсова, я у тебя, я у тебя, около, я, пишите, 70 метров, я у тебя, 2-3 паркерсен. У тебя, я у тебя, я, пепарте снынга. Аккул вот это искрится. Апиндуши. Ну, искрится, читит. Ну, шиши, аккул отсут. Йоампус, да. Адиши? С вами формез. Адиши, а еще от этого искрится. А? Ну, идите, ну, идите. Адиши, а еще от этого искрится. Ну, дак и скрис, аккул и анкану ссемнили, инсамна, ка и тротуар, дакану и семн депаркари. И вы спарка машин ли? Уде дурит, уде локолу легал, депаркари, я ути, есть семн паркари, я ути, астан и паркари. Жос, по парте стынга, и паркари. А, дим, мы не санщепим, а еще с Украина, схимаем полиция, и с эвакуизм. А, ребята, смотрите, какая пробка, и никто не вызывает полицию вот из-за этих двух людей. Смотрите, что творится. Ё-моё, давайте пройдем. Реально, знак стоит, там нету пробки, а здесь пробка. Итак, ребята, все листовки с ответом я раздал, проинформировал, был у администрации, так что с меня как бы... Первый день информативный прошел вот так. Все, всем пока. Как вы видите, я очень лоялен к водителям, и сам я водитель, но я не могу допустить, чтобы здесь был такой беспредел, поэтому, друзья, начинаем наш рейс. Кстати, кроме того, что я флеера поставил, я еще разговаривал с администрацией этого здания. По поводу тех знаков предлагаю сейчас прямо и начать послушать разговор с ним. Ну что, ребята, давайте позвоним этому Геннадию, администратору этого здания, и скажем ему, что тот знак, который был там, он был нелегальный, и чтобы он информировал своих арендаторов, да, этого здания, что там нет парковки, и чтобы они там больше не парковались. Алло. Геннадий, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Артур, я проживаю здесь рядом с цирком, рядом с магазином Линел, Ренаш-Терри 12. Мне сказали, что вы администратор этого здания. Да. Я звоню вам, чтобы вас проинформировать, предупредить. Там, перед зданием, сняли знаки парковка и резерва, так как они оказались нелегальными, и дирекция транспорта их сняла. Там, оказывается, тротуар. И хотел бы вас попросить, чтобы вы передали тем, кто там арендует, офисам, чтобы они там больше не парковались. Иначе будем вызывать полицию и чистить тот тротуар. Разрешите мне задать вам вопрос? Да, задавайте, конечно. Какой вас интерес в том, чтобы мои арендаторы не имели где парковаться? Чтобы они парковались перед вашим домом или перед вашим подъездом? Отвечаю на ваш вопрос. Я ничего не имею против. Где они будут парковаться? Это уже их проблема на легальной парковке. Перед зданием есть легальная парковка. Это не моя проблема, то, что делает Примария либо Притура отнимает парковочные места. Как она делает инфраструктуру, это надо задавать им вопросы, но не обычному пешеходу, да, либо мне. Был запрос по поводу тех знаков резервата и парковка, оказалось, она нелегальная. Ну, вообще-то, это были мои знаки, которые были куплены и установлены за мои деньги. Ну, да, но они авторизированные были. И тротуарная плитка была сделана тоже, то есть, я не являюсь администратором, я являюсь хозяин, учредитель. Ну, понимаете, то, что если вы делаете за свой счет на государственной земле, да, на муниципальной, то это вам не дает право приватизировать ее или пользоваться в своих целях. Нужны документы, нужны все разрешающие документы. Я вас услышал, вы все поняли. Все, вам спасибо, вам хорошего дня и передайте, пожалуйста. Короче, видели, да? Ну все, друзья, я надеюсь, достаточно информативно демонстрирую, как я подготовился к этому рейду и как я настроен положительно к водителям. Я надеюсь, вы заметили, что я не собираюсь отступать. Ну что, поехали. Ну что, друзья, я не буду долго ждать, пока мы будем там ходить, я буду рассказывать проблему. Вызовем 1-1-2, потому что сейчас пробки и полиция очень тяжело приезжает. Почему? Добрый день. Добрый день. Можно экипаж патрульной полиции на бульварду Ларинаш-3-12, Кишинев? Очень много машин припаркованных на тротуаре. Машин 2, 4, 6, 7, 8. Хорошо, ждем экипаж полиции Кишинева Ларинаш-3-12. Да, спасибо, ждем. Ну что, видели, экипаж патрульной я вызвал, так что настроен я сегодня положительно к водителям. Идем, покажу я и расскажу всю проблему, которая здесь у нас есть. Как я вижу, там уже, наверное, собрались люди и показывают, здесь нельзя парковаться. Идем, я покажу, как здесь люди передвигаются, да, и что им мешает. Смотри, вот здесь идем, во-первых, стоит знак там, то, что нельзя парковаться, но машины вон там паркуются. Стоят здесь машины на тротуаре. Вот здесь, типа, типа, вот здесь сделали проход, да, смотри, как все разбегаются быстренько. Вот здесь сделали проход для пешеходов. И мы идем, вот мы идем, да, и упираемся в ступеньки. И здесь у нас еще и клумбы, всякие блокираторы, и люди вон там ходят, видишь, там, там. И потом мы куда идем? Ну, правильно, здесь же тротуар, правильно, тротуар, и мы вот сюда. Люди убегают, когда видят нас, правильно? Правильно. И вот я вынужден, я вот так вынужден идти сюда, вот так, чтобы меня кто-то не задавил, правильно? Потому что там прохода же нет. И вот, смотри, как все здесь разбегаются, убегают, и все. Пожалуйста, нас тротуар. Выезжаем с тротуара и делаем проб. А кто-то здесь огородил. И вот сейчас отсюда уедет, да? Уедет. Ну, он же найдет сейчас где-то парковочное место. Найдет. А мы идем вот так дальше. Добрый день. Хочу вас проинформировать. Я не знаю, как вы поняли, что здесь парковка. Ну, если вы знаете, что дирекция транспорта, дорожные, не делают такую разметку. И плюс еще должен быть знак парковки. Вы здесь часто парковались или первый раз? Здесь первый раз, обычно так. Но вы знаете, что здесь был знак парковки когда-то? Или не заметили? Пиши меня в Венето. Ну, хочу вам сказать, он здесь был на самом деле. После запроса в дирекцию транспорта его сняли. Потому что здесь это тротуар. Вопросов нет. Да, пожалуйста, больше не паркуйтесь. Ну так, по одному, по одному будем информировать. Но мне кажется, что до того момента, как приедет полиция, здесь уже никого не останется. Но сделаем этот маленький репортаж. Я вчера был здесь, да? Я заходил сюда, информировал людей, оставлял листовки. Если будет кто сюда заезжать, это, наверное, посетители, да? А зданию этого, не знаю, что за здание? Это именно? Как? Старк. А, здание Старка. Здание Старка. Короче, вы поняли, где я был? Железный человек здесь. Тоня, у нас проблемы. Да, соедини. Если будут и парковаться, то только посетители этого. Но мы, когда сюда пришли, мы видели, как разбежались быстренько работники этих офисов, увидев нас, что мы снимаем. Даже слова не сказали и не хотели в дискуссию как-то заходить или что-то говорить. Наверное, проинформировали все-таки. Поснимай, Володя, как идет по тротуару. Помочь вам, да? Закрыть. Хорошо. Но на будущее здесь не парковка, если вы не знали. Ну, как бы, не знаю, я не вижу здесь знака. Смотрите, как у нас идет народ. Видите, как хорошо? Трук, 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 молодежь золотая. Идем, покажу тебе, как здесь должна была быть, ну, тут очень мало места, как должна была быть здесь парковка. Хотя там знаков нету, да? Вот как по мне должна быть парковка с завышением. Вот машина ниже и вот здесь плюс-минус достаточно места. Правильно? Плюс-минус. Да, колонны стоят, но бог с ними на эти колонны. Как-то они будут вилять здесь. Насчет этого пешеходного перехода прикол хочешь? Смотри, с той стороны нету знака. Стоит знак только с этой стороны, да? Но по логике всех вещей должен быть с двух сторон. Потому что, смотри, там иногда паркуются бусы, как вчера было, да? На моем информативном рейде. Паркуются бусы и загораждают тот знак. Я когда выхожу, знак только с той стороны. С этой стороны машины ездят и не видят. Правильно? На знаки практически не смотрят. Смотрят иногда на разметку. Здесь нужна разметка. Это на 100% нужна. Хотя бы если машины вот так стоят здесь, а не стояли раньше, то выходят из-за машин хотя бы, хотя бы, они видят, что вдруг из-за машины выбежит кто-то, да? Потому что он находится вот на зебре. Но еще другой факт. Почему она сделана так неразумно? Идешь ты, да? Здесь-то есть вот занижение, а вон там-то нету. Если ты с коляской идешь, и здесь машина, она иногда до отсюда стоит. И это типа здесь зебра, вот здесь тротуар, здесь не паркуйте. Нелогично, вот этого места для парковки здесь не должно быть. Вот о чем я говорил, да? Машина припарковалась, вот смотрите. И здесь я сижу, смотрю, 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 и потом раз и выхожу. И тут хоп, и человек не видит меня, понимаешь? Ни с одной стороны не видит, ни с другой, потому что вот припарковался так, а разметки нету, а дети ходят здесь. Ребята, может кто-то заметил или не заметил, есть ли машины здесь припаркованные, которые были вчера? Или нет? Потому что я каждую машину снимал. А вот этот Volkswagen, вам не кажется? он знаком. Кажется, он был вчера здесь. Может, я ошибаюсь. Вот бабушка передвигается. Ну, бабушка инвалид, как я понимаю. И вот представьте, что вот здесь, ну, кому нужны вот эти все препятствия, конус? Как было бы хорошо, если вазончиками вот такими бы все вот это огородили. А вот здесь машины стоят, там для шефов зарезервировано. Ну, правильно, здесь же у нас тротуар можно? Можно. Вам как-то помочь? Да, как-то помочь мне. Зачем они его так сузили? Отняли у пешеходов этот тротуар? Так, это опустить, да? Давайте, вот так я опускаю. Все, спасибо вам. А вот тут дальше, или вы рядышком? Там я уже иду по дороге. Хорошо. Спасибо вам. Здоровья вам. Тротуар узкий. Еле-еле один человек помещается. Тротуар разбит. Вот, посмотри, вот покажи вот эту часть. Бабушка вот сейчас, да, инвалид. Пожилая женщина, она не может туда забраться, вот не может, ну, никак. И по этому разбитому тротуару где, кстати, я, да, проводил свой сериал, кто не знал, 7 или 8 серий, которые я здесь проводил, подали запрос в притуру, притура поставила столбики и вон там больше никто не паркуется. И пешеходы сейчас в безопасности переходят, но столбики поставили, машины-то разрушили весь тротуар. Смотрите, какой там беспредел сейчас находится. Никто не хочет даже ходить. Я думаю, что они должны это увидеть и все-таки сделать где-то занижение, правильно, чтобы можно было нормально пройтись. Ну вот я, не такой уж и большой человек, ну, вдвоем здесь не поместишься. Вот, ребята, красивые же клумбочки стоят. Ну, взять, выделить вот так клумбами, да, а это здание может же себе позволить. Поставить пару комнат, но невыгодно, понимаешь? Сейчас что? Парковочное место превыше всего. Где есть парковочное место, там не аренда, ой-ой-ой, какая, немаленькая, короче. Так что, я думаю, облагородить этот город, сделать красивым тротуар и поставить клумбы гораздо лучше. И не должен так передвигаться пешеход с зигзагами между машин. Я думаю, что это неправильно. Я надеюсь, увидят наши, наши притуры Рыжкановки этот ролик, увидят, что здесь на самом деле есть проблема, но знаю, как сейчас это нововведение с этими столбиками. Иногда столбики, да, помогают везде. Есть места, где они просятся, но есть места, где они не просятся. Если вот здесь поставить столбики, огородить от бордюра вот эту всю часть, то здесь не будет красиво. То, что здесь у нас пешеходный переход, всем все равно. То, что здесь на тоже все равно. Хотелось бы задать вопрос нашим представителям притуры. Почему мы, социально активные люди, да, которые ходим, подаем заявления, должны только так обращать внимание на проблему? Вы что, не знаете столько лет, что здесь тротуар? Вы что, не знаете, что здесь знаки нелегальные? Вот я не могу понять. Вы ездите каждый день с утра до вечера на работу. Вы видите и проезжаете фирмы, и тем более все связаны с притурой. Почему ваши представители, когда проходят мимо зданий, не говорят им здесь тротуар, не паркуйте здесь больше? Они этого не делают, потому что закрывают глаза. Им легче закрыть глаза и от себя проблем и писанины и всех запросов уменьшить, чем просто прийти и предупредить. Это раз. Второе, да, у каждого района есть участковый. Почему он называется участковый? Участковый полицейский. он полицейский по своему району, по своему участку. Участковый, когда выходит, да, идет, встречаться, где у него заявление, это его район, он должен предупреждать людей о том, что тротуар, нельзя парковаться, особенно экономическим агентам, говорят, чтобы они огорождали. Вот смотри, как здесь красиво поставили часть, да? Вот здесь же есть разметка, по логике вещей Геннадия, шефа, хозяина этого здания, старт. Почему он здесь поставил вазоны красивые? Ну, здесь же, по логике вещей, его парковочные места, но почему-то огорождено, правильно? Почему участковый не ходит и не сообщает? Он просто идет на работу, видит магазин какой-то, там, не знаю, что, буточку вон ту, например, с кофем, да? Подошел и сказал, будь добр, это муниципальная земля, это тротуар, у тебя нету разрешений на часть перед, например, или сколько тебе там выдали, у тебя нету разрешения здесь, чтобы парковались посетители. Нету, если есть, пожалуйста, покажи, я уйду. Но опять же, должны быть соблюдены все рамки, да, вот, не знаю, все рамки закона. Должно быть ниже, должно быть завышение тротуара, должен быть знак, должна быть разметка белая, не красная, с серым. На этом участке дороги, да, он не маленький, ну, с 200 метров. С той стороны, перед парковкой, вон там знак стоит, да, что парковка запрещена. Всю эту улицу, когда здесь вечер, особенно 4-5, 5 часов, да, с 5, с 4-5 часов, 5-10-5, 4-5, 10-5. Когда начинается час пик, начинает парковаться здесь, начинает парковать всю ту сторону. Друзья, приехала полиция, недолго, оказывается, не очень долго заняли время. Пока я здесь прошелся туда-сюда, ну, где-то минут 20-30. Ну, это нормально, это нормально. Здравствуйте, я вызывал полицию по поводу вот этих машин. Половина из них уехала. Осталось 4. Когда-то здесь вот стоял знак парковка с дополнительной табличкой резерват, да, для этого здания. Мы подали запрос в дирекцию транспорта, оказался он нелегальный. Если вам нужен ответ, я вам его скину. Но, как вы видите, ну, здесь, ну, никак не может быть. Я передам, да. Друзья, пока мы здесь ходили, работники этого здания Старк, половина уехала, они там кофе пьют, попивают. Ну, молодцы, вот так. На пустом тротуаре будут пить кофе. Но мы, надеемся, увидят притуру Рыжкановки и огородят. Не будем мы пополнять бюджет платной парковки, да, потому что это частная фирма. Я думаю, не надо пополнять бюджет частной парковки. И люди не должны быть оштрафованы вот так каждый день. Знаешь, что я заметил, когда делал свой сериал там, да, я видел, что часто приезжает полиция. Причем, не по моим вызовам. Есть неравнодушные граждане, которые видят все-таки, чем мы занимаемся, да, видят проблему и чистят, по чуть-чуть помогают очищать город. Вы бы не стояли на проезжей части. Это должно меньше всего это сделать. Ну, я просто делаю замечание. То мало ли. Ну, не шоу, мы... Беспокоимся о вас, вдруг вас собьет машину. То есть, плохо будет? Минус один гражданин. Да, это плохо. Какой серьезный мужчина. А знаешь, почему серьезный? Ну, штраф получил. Ну, надо знать, где парковаться, правильно? Надо знать правила, надо знать, где есть легальная парковка. Ну, это все позабыли. Они же базируются на том, что мне сейчас надо, да, и вот здесь, прямо в ходу. Ну, будут получать штраф. Вот, давай поснимаем ситуацию. Машина стоит. Не, я претензий не имею. Ну, вот я имею претензии вот к этой машине. Не удовольствие. А? Не удовольствие. Полицейст? да требуется фиерампы, вы что ли, с астана? Ну, так астана требовала... Аджент экономик. Открылся экономический агент, у которого нету рампы, да? Как он получил разрешение оттуда? Что, вот так оставлять машину на пешеходном переходе, когда товар будут привозить? Что, я сейчас выйду, и меня с той стороны никто не увидит? Разметки нету, знаков не хватило поставить с двух сторон, разрешения, то есть рампы нету. Блин, такой бардак, я смотрю, иногда просто сидишь и думаешь, блин, как это все происходит? Машина, раз, смотри, по привычке. Идем. Здравствуйте. А как вы поняли, что это парковка? Ну, а в дорожном движении есть такая разметка? Нет. Нету. Ну, значит, она сразу на мысль должна подводить, что нелегально. Плюс, что должно... Кофе делать в магазин, ну, знак должен быть. Здесь не парковка. Я вам просто объясню, вот когда-то вон там стоял знак парковка и зарезервировано. Он оказался нелегальным, а это здание захватило эту территорию. Он оказался нелегальным. Пришла дирекция транспорта, которая занимается дорогами и тротуарами. Поэтому в следующий раз, пожалуйста, если есть знак парковки и легально... Вот смотрите, когда занижение, вон как там, да, занижение бордюров. Полиция что сказал, что они меня взяли? Да, она сейчас штрафует вот этих всех. Надо поснимать с той стороны, какая пробка образовывается, когда здесь паркуются вот так все. Честно, я не знаю, где эта тетя была, где была припаркована, и почему она так злится. Кстати, на этом участке дороги ее не было. Полицейский где-то был там дальше, не знаю, может быть, на пешеходном переходе. И вот вышло, что вышло. Спорит и спорит. Спорит и спорит. А вы на какие-то стадии работаете? Не обиделся. Да? А, Юля! Конкурент мой! Знаете, я тоже этим же занимаюсь. Но почему-то у меня есть свободное время, я нахожу свободное время, когда я могу выделить час-полтора на какую-то локацию, да? Ребята, у нас осталось две машины, пока мы здесь ходили, то по чуть-чуть, по чуть-чуть освобождается. Вот это место. Та полусфера, надо ее вон туда воткнуть. Эти клумбы. Вот эта полусфера вот сюда можно. А Сиризанчина тоже с коляской идет по проезжей части там. А почему она идет по проезжей части? Тот тротуар никем не был отремонтирован. Машины как там парковались, так и паркуются. Поэтому разбитый он вдребезги. Плюс сузили тротуар, и там даже метра нет. Там нет метра. Один человек должен проходить в ту сторону, ждать другого, чтобы тот вышел и другой зашел. Нормально. Либо идти по проезжей части. Как мучаются. Но мы будем держать пульс на руке насчет этой локации. И попросим претер Рыжкановки обратите внимание. Надеюсь, с первого раза сделаем здесь и облагородим. И не будем штрафовать никого. Вот у нас люди идут, да? Идут. У нас же конусы, у нас же здесь все огорожено. Ну, мы сейчас уйдем отсюда, да? Люди увидят, что здесь. О, сколько места. О, разметочка. припаркуются здесь. Пока мне здесь не будет огорожено, здесь будет эта проблема постоянно. Ребята, вы заметили, что в последнее время все меньше и меньше хамских водителей. Не знаю, почему это. Либо это слишком много мы информируем людей о том, что незаконная парковка, где она находится. приводим аргументы нормальные, красивые, все по закону. И, наверное, смотрят наши ролики и учатся на этом. Поэтому и находятся все меньше и меньше неадекватных водителей, которые приходят и говорят, что нам делать и куда нам идти и чем нам заняться. Ребята, что будет эвакуатор? Людям, которые номер телефона, мы санкционируем, мы будем запросить, если кином было на выход. Да, в Амутсумске. В Амутсумске. которые мы говорим. Да, да. В Амутсумске, с чьей либерты, тротуары, я укрепляю с Ивада притура делая Рыжкановка с Факшева. Здравствуйте. Здравствуйте. Это нам? Автомобилисты Молдовы обещают. О, спасибо вам большое. Автомобилисты. Ну, я там каждого не знаю, но спасибо вам большое. Это администрация. Спасибо вам большое. Приятно, ты знаешь, вот так приятно получать сувенирчики. Так, интересно, в какую он плюнул больше. Шутка, сарказм. Автомобилисты Молдовы, мы вас знаем, мы вас смотрим. Смотрите, куда пошел полицейский. Я просто попросил его обратить внимание, потому что создается здесь всегда небольшая пробка. Пока мы ждут водителей, пока мы ждут водителей этих двух автомобилей. Полицейский. Молодец, вот такой респект экипажу 9714. Смотрите, пошел туда, знак здесь. Володя, идем, я тебе покажу этот знак. Знак находится вот он тут, и он на всю улицу аж донизу. Он донизу. Его влияние аж отсюда вниз до следующей улицы. и все, кто там паркуется, он, видишь, уже полицейский службу свою ведет, Пошел хотя бы предупредить. Я его попросил, он говорит, ну, может не штрафовать, но хотя бы предупредить, чтобы они больше не парковались, так как здесь знак. Но мне кажется, что предупреждение, оно не помогает. Ну, не помогает. Он, ой, да, да, спасибо, извините. Ну, в следующий раз он так же. Но когда у тебя есть штрафы и еще и пункты, кстати, никто не отменил под знак пункты, там два или два, два пункта, кажется, или четыре, не помню, два пункта под этот знак. Вот и у тебя накапливаются пункты, и вот тогда ты уже думаешь, давай попросим начальство полиции Рыжкановки по патруларе, чтобы обратили на вот этот маленький участок дороги от этого знака и вот от того, то есть зебру сюда. Хотя бы регулировать, либо сообщать, информировать, что, ну, нельзя, потому что пробки с четырех до пяти, а, с четырех до шести, где-то так. Здесь невозможная пробка, никто не может заехать, никто не может выехать, никто не может проехать. Ну, вчера было, был обед, и на тех кадрах, которые был вчера, информативный рейд, вы видели, что там один встанет и все, здесь все заглохло. Вот по поводу вот этих всех машин. Просто, если вы не знали, да, и паркуетесь здесь, либо проездом проезжаете и не замечаете тот знак, который там находится, знайте, что вот здесь нельзя парковаться. Не на этой проезжей части и не на той. Здесь дорога должна быть свободной. Маленький участок, а проблем выше крыши. А из-за чего выше крыши? Потому что она строит вот таких халуп, да, вот такие халупы понастроят. Здесь когда-то был частный сектор. Все повыкупали, понастроили вот такие здания. Где-то когда-то, как Геннадий сказал, там одна-две машины были, а сейчас сотни машин. Но парковочные места же не все делают. И вот из-за вот этих автомобилей, которые вот здесь вот так припаркованы, тот, кто едет с той стороны, вынужден останавливаться, пропускать вот этот поток, да, чтоб потом кто-то отсюда выйдет и они проедут. Но когда здесь вечер, тут все едут туда, 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 и этот слева поток не может никуда двинуться с места. Так что проблема есть, попросим полицию чаще здесь проезжать, информировать. О, красавчик, как он заехал, ты посмотри, как он заехал. Это у нас, видите, заехал он. Ну вот это наглость, я, конечно, я... Нам где парковать, чтобы... Вдоль дороги, вдоль дороги вам парковать, вон вдоль дороги. Да, прикиньте, есть такие правила, есть такие правила, да, они заезжают, как на коруцию. Инкассаторы, Виктория Банк, обратите внимание, блин, как это, он еще и хамит, вы представляете, еще и тот хам имеет возможность вот здесь встать, да, не проблема, встал здесь, перегородил, имеет возможность там встать, но смотрите, здесь заезд, смотрите, какой высокий бордюр, да, и здесь проход от зебры, проход вот, нормальный, вот, смотрим, он мне хочет показать, наверное, там какую-то бумажку, да? справка, наверное, из какого-то заведения, ну, и что, он имеет право на тротуар заезжать? Ну, если у тебя справка, что ты не очень здоровый, то да, что ты мне там показываешь? А вы ее читали? Вы ее читали? Что там написано? Под какими знаками вы можете парковаться? Вы читали ее? Да, он мне там тыкает какой-то бумажкой, не тыкай ты мне бумажкой, это, потому что, скорее всего, им выдали, они сами не понимают, что там написано, они перегородили, перегородили зебру, перегородили вот эту штуку, ну, и все красиво, блин, вот этот красавчик тоже встал здесь, а бордюр-то высокий, добрый день, скажите, пожалуйста, почему вы вдоль дороги не встанете? Почему вы перегородили, смотрите, вы полностью перегородили проход, ну, вот сюда, вот, чтоб пройти, давайте, давайте, и сейчас с коляской кто-то пройдет здесь, куда ему идти? Ну, давайте, с коляской сейчас кто-то пройдет здесь, ну, нормально, вон, смотрите где проход проблема шеи проблема вот смотрите как бабушка сейчас забиралась ему же все равно но есть же проблемы а то же она вот так перешагивает это все он же заказ привез и пофиг вот как люди ходят вы поняли да чтоб пропустить маму с коляской должен обходить потому что по расчетам он зачем сделали вот эту линию могли бы тротуар туда расширить такой бред володя кому оставили вот это 80 сантиметров здесь кому не могли они увеличить больше и оставить вон там бордюр чтоб машина упирались могли остался один совсем один вот хозяин вы вы здесь часто паркуетесь машина селом но акумаян же остыдушь действий парковал сомута каком же из лучей соус вот это отмазки либо на самом деле сломалась машина если сломалась машина что делать в такой случай как вы думаете заехать на тротуар и оставить и пойти починить либо но опять же где он ее будет чинить он горит поехал за запчастями но те запчасти ты что здесь сейчас ее поднимешь колесо снимешь и и будешь чинить нет ты же поедешь в сервис сто процентов поедешься в сервис и заезжать на тротуар и ну если там не знаю колесо спустил ну да может быть частичный заезд но вот так вот я припарковался у меня заклинило колесо ну а как ты сейчас уедешь отсюда вот мне интересно что ребята сейчас мы посмотрим как человек уедет вполне нормально ничего не скрипит все хорошо колесо не отваливается мог бы проехать еще метров я видел я это там снимал видно видно да значит что то проблема все таки есть так проблема есть но можно сделать и по-другому пройдет смотри так надо в автосервис на не на тротуар сейчас же он в автосервис поедет правильно эвакуатор который приходит и помогает правильно но не оставляет на вот за три центр парламент у тебя перед парламентом на баррике едет ну правильно он едет он уже сейчас прийти сюда протокол получу куда за что как за что за то что он на тротуаре был припаркован так еще раз говорю а где у нас в пункте правил когда ты сломался можешь стоять на тротуаре чинить машину на тротуаре делу нет нет нигде угодно ты сломался ты не можешь передвигаться вызываешь эвакуатор и едешь сервис все далее время чтобы он вызвал эвакуатор делать протокол в смысле с утра он здесь стоит сейчас сколько времени нет эвакуатор а нет все это отмазки все нашлись 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 отговорки ну нету эвакуатора вот если бы он не поднял бы трубку жалко что он поднял трубку вот эвакуатор бесплатный нашелся бы не про парламентарии у парламента ты сломался заедешь к ним туда не заедешь правильно почему не заедешь к ней туда я теперь и пони теперь я понимаю что это за человек там тебе приедет полиции как тут такой что ты не судили идите без снимать она камер динатками я не снимаюсь я не снимаюсь еще какой человек получил там себе штраф под знак понимаешь пришел сюда и пытается что-то мне рассказать где у нас места ну куда везде может машина сломаться и что тебе дает право нет поставив знак что у тебя машина сломалась на проезжей части вызови эвакуатор если у тебя нету денег на эвакуатор и позвони в 112 бесплатный эвакуатор приедет ну а потом когда забирать будешь машину бесплатно забирает бесплатно вывозит знаешь но когда ты хочешь забрать надо платить про кредит банк себе установил вот такие блокираторы автоматические мы стояли здесь он раз себе опустил ее красиво да и имеется типа два легальных места типа да я думаю они здесь стоят для того чтобы туда не заезжали чтоб не блокировали полностью оказывается володя не не тот то было какой автомат даже вы из машины не надо выходить мне интересно когда зима они тоже так работают наверное предусмотрим добрый день видел какой там типа у них автоматический блокиратор криковый с кирпичами а классно ну там автоматически встает такая фигня у вас тут как бы другая технология можно с дороги разгружаться можно тут мешает ну а тут еще сильнее мешает тут пройти как бы нельзя из двух зол надо выбирать хотя бы за то который не получите штраф куда ты увидишь а стоп хам молдова стоп хам мд стоп хам молдов телеграмм заходить в телеграмм телеграмм бейте стоп хам да и там вы видите там есть стоп хам бот стоп хам молдова она есть зайдите откройте можете найти ой мы завершим этот рейд или нет на тут не разметка это тротуар должна должен быть знак вы знаете если вы сюда часто приезжали но если вы заметили здесь когда-то стоял знак парковки он нелегальный был его сняли поэтому здесь тротуар будьте внимательны добрый день молодцы да я так и понял но привычку это будем понемножко информируйте информируйте если я приехал я бы так бы не глядя стал бы и все но вы знаете здесь стоял это я вчера раздал листовки спасибо за понимание понимаешь что сложно но что поделать нормальная реакция здорового человека вышел хоть и здесь и работает адекватно сказал что здесь не парковаться и и все и так друзья мы закончили этот рейд длился вроде бы недолго посмотрите как свободно и как легко вот нельзя закончить рейд вот дай мне отсюда уйти добрый день а как вы определили что это парковка это не парковка нет должен быть знак парковка хотя бы как минимум должна быть белая линия от дорожников и хотя бы занижение бордюра должно быть вот эти три элементарных вещи володя мы отсюда никогда не уйдем вот еще одна мадемуазель и смотри как она припарковалась да но от свозу всем нуди паркари и ну и всем депаркари мудей ну спать и тротуар и вот видели как она проехала и пофиг что даже ступеньки и главное упереться ребята из топ хам не хотите вы в один день тоже здесь провести рейд но уже с наклеечками у меня же нету такой возможности клеить так что вот ты понял да люди по привычке сюда заезжают раз и сейчас уедет блин а такой кусок большого тротуара и паркуюсь как хочу и где хочу ну что я и говорю что мы уйдем здесь заставлено будет через пять минут и вызывать полицию я не буду стоять здесь целый день и всех гнать я не охранник я свое время уделил я свое время потратил я проинформировал людей а уже наши госслужащие должны повлиять как-то на эту ситуацию я думаю правильно добрый день а как вы поняли что это парковка а в государственной дорожной либо в правилах дорожного движения какая разметка должна быть для парковки ну какого цвета давайте вот так и как определяется парковка ну должен да мы снимаем мы здесь сделали репортаж о том что здесь машины паркуется на тротуаре здесь нету никакого знака это весь тротуар и смотрите что вы сделали люди идут оттуда по вашей логике куда я должен идти попробуйте сами пройдите по тротуару не выходя на проезжую часть вот давайте эксперимент сделаем ну куда вы уходите ну интересно же было бы посмотреть аргументы закончились здесь нету как юра спорил в прошлом выпуске ну где тротуар вон там тротуар или здесь тротуар да где он тротуар заканчивается где начинается поэтому человек заехал и и даже и не смотрел вот логично оставить кому-то место там или еще что-то так хотя бы одно парковочное место для начала тяжело доносить до людей понимаете люди еще не не поняли они по привычке видят кое какую разметку и давай давай вот так парковаться знаете привычка привычка но чтобы эту привычку убрать мне кажется нужно чтобы притура повлияла побыстрее на этот участок дороги притура рожкановки давайте попросим чтобы она посмотрела это видео и акцентировалась на тот факт что ну здесь красиво бы поставить такие вазончики клумбы не знаю что дешевле но как я понимаю что столбики но не будут красиво итак друзья мы завершили этот рейд и как вы видите свободный тротуар и пешеходы могут свободно и безопасно передвигаться по этому тротуару водители были и работники этого здания еще вчера проинформированы о том что знаков нет они были не легально и территория это является тротуаром надеюсь вы оцените наши усилия во благо города и давайте менять наш город вместе три часа спустя вернулся сюда обратно чисто только из-за той машины который там припаковалась впритык здравствуйте здесь не парковка если вы не заметили парковка обозначается знаком п и белой разметкой хотя бы эта территория потому что тут есть есть 44 и специально вот для того чтобы парковаться вы смотрите есть 44 пункт правил который запрещает парковку на тротуаре так так подождите правильно знаете подождите дайте я вам все объясню объясню как отмечается парковка когда есть парковка что должно быть слушайте не везде есть хорошо окей разметка какая должна быть когда белая должно быть занижение бордюра скажите пожалуйста где тротуар находится там или тут там или тут там или тут парковка где тротуар находится всегда а вот вы а вы у вас их походу нету логики у вас нет вы не хотите убрать машину с тротуара да вы можете это кому угодно уберите пожалуйста либо я вам наклею наклеечку где-то нельзя парковаться но вы покажите мне пожалуйста тут даже есть вот парковочные места вот специально для машины нет это не парковочные места специально для машины должна быть разметка да нормальная белая от дорожников должен быть знак п парковка знак где он мне кажется п у вас а другого и да меня не паша зовут добрый день скажите пожалуйста вы красиво припарковались на тротуаре выезжать спасибо ты понимаешь что здесь проблемы это никогда не решится у кого-то свои клиенты кто-то себе возомнил что ну там же должно быть полтора метра ты вышел посмотрел сколько там оставил ты вышел посмотрел вот уехала слава богу у меня есть четыре наклеечки раз два три четыре мне надоело уже каждого информировать ругаться с этим те которые сюда припарковались у вас ворог машин мы вот так сделал раз убирать пожалуйста машина здесь тротуар а этой которая слишком много возмущалась я 2 наклею вот так и пускай она что хочет то и делает а мы идем дальше вот так протрем чуть-чуть и заклеим и теперь там адмазель которая придет сюда пускай выясняет права она или нет итак друзья мы видим что она ушла она меня послала вежливо да так как я до нее не мог донести что это не парковка то что красная плитка ее введет в заблуждение должен быть знак парковка его нету у нас есть ответ это не парковка сейчас она сидит и звонит куда она звонит наверно в полицию боназил боназил мне тут не знаю там что наклеили наклеечки блестящие идеи замечательная инициатива но но активисты стоп хам ежедневно борются за то чтоб кишинев становился комфортнее и чтоб в целом в молдове повышался уровень гражданской сознательности поддержите наш канал поставьте лайк подпишитесь и напишите комментарий это поможет алгоритмам ютуба донести месседж стоп хама большему количеству людей если же вы сами стали свидетелями важных событий присылайте нам фото и видео материалы в телеграм анонимность гарантируем финале по традиции благодарим партнеров за поддержку друзья общими усилиями мы меняем город и страну в лучшую сторону спасибо вам большое тем кто не понимает о какой поддержке идет речь напоминаем у стоп хам молдова есть профайл на патреоне патреон эта платформа созданная для поддержки любимых проектов если вы считаете стоп хам полезным для общества и готовы помогать нам в развитии то смело проходите по ссылке из описания на патреон подключайтесь и давайте менять мир вместе всего доброго до следующего выпуска